У Дарьи Лобановой серьёзный недуг. У неё ДЦП. Заболевание, при котором человек не может полностью контролировать своё тело. Вся жизнь 18-летней девушки – это больницы, санатории, лечения в разных городах и странах. И на сегодняшний день она проходит курс в мытищах. В данном случае мы работаем второй месяц. Добились определённых успехов. Мы научились перемещаться сами пока на полу, поворачиваться, разворачиваться. То есть мобильность действий выросла, но пока без вертикализации туловища. По словам врача, за месяц удалось справиться с одышкой и снизить сердцебиение. Сердечно-сосудистая система адаптируется к новым требованиям. Дети с ДЦП должны уделять внимание небольшой физической нагрузке ежедневно. Мама Даши Ольга вспоминает, как радовалась, когда узнала, что у неё будет двойня. На 32-й неделе родились. Сначала Даша. Даша была первая. Следом через 5 минут сын. Даня уже 10 месяцев догнал своих сверстников. А с Дашей, конечно, было тяжелее. У неё 6 месяцев судороги начались. То есть гипоксия, к сожалению, нарастала. Прожить каждый свой день Даши помогает мама, которая полностью посвятила себя дочери. Пока они год за годом проходили бесконечные курсы реабилитации, с сыном Даниилом оставался отец. Но главы семейства не стало 6 лет назад. Весь груз ответственности лёг на плечи матери. Поэтому прохождение лечения в центре на безвозмездной основе – это настоящий подарок. Мы занимаемся благотворительностью и социальными проектами не время от времени. Это постоянная наша работа. Мы и в других городах тоже самое приглашаем детей ДЦП на безвозмездное лечение, восстановление и реабилитацию. По словам руководителя, центр специализируется на решении проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом – от боли в спине до паралича нижних конечностей. Квалифицированных специалистов не пугают такие сложные случаи, как у Даши. Несмотря на переходный возраст и перепады настроения, девушка слушает своего доктора. А пережить трудные моменты помогает музыка. Слушает всё – от духовной до попсовой. Я хочу увидеть Сергея Лазарева и посмотреть в его глаза. Такая мечта кажется нереальной. Ну а вдруг произойдёт новогоднее чудо. И известному исполнителю покажут этот сюжет. И он сможет найти эти несколько минут в своём плотном графике. Верить, ждать и никогда не сдаваться. Главные правила жизни этой хрупкой девочки. Татьяна Горностаева, Денис Корнев, Первом и Тищенские.